Эффект, который от лекции произошел. Я это знаю на себе, я это знаю по нескольким людям, знакомых там очень много встретила. Одна девушка после лекции сразу же поехала и купила пальто, в котором себя отказывала, до закрытия магазина успела, хотя мы закончили в 10-м часу. Вторая написала мне, спасибо, здорово, что вместе сходили, я сижу, пью вино, как это здорово, смакую каждый глоток. Ну, я наела шоколадной пастой на ночь, хотя справедливости разе скажу, что я позавчера съела халву на ночь, не посещая лекции. В общем, эффект есть, молниеносный. Предлагаю сделать по аналогии с вашей вчерашней лекцией буквально пару вопросов от себя, как от журналиста, а потом мы перейдем к вопросам, которые мне написали наши зрители. Только до конца года в Екатеринбурге вы побываете еще несколько раз, трижды, по-моему. Ну, октябрь, ноябрь, декабрь. Каждый месяц. Каждый месяц. В Москве говорят вообще ваши лекции, ну, в каком-то усеченном, более таком камерном масштабе, идут каждую неделю. У меня был рекорд 6 лекций на одной площадке за месяц. Но сейчас уже все, я так много не работаю. Потому что вы себя в этом ограничили. Так вот мой вопрос следующий. Может ли сам по себе подобный спрос на помощь психолога, на общение с психологом, на то, чтобы его послушать, говорить в целом, не знаю, о состоянии общества российского или жителей мегаполиса, потому что все-таки в крупных городах в основном вы работаете, что мы застрессованы, напуганы, неуверены. Почему так многим людям нужен психолог? Или, может, конкретно нужны? Мне придется тогда повести себя нескромно. Конкретно вынуждены, да? Я думаю, что даже не во мне дело. Я нашел такой способ очень прямолинейно и достаточно быстро решать свои проблемы. Во-первых, я не единственный психолог, кто читает лекции. Я знаю своих коллег, на которых билеты не продаются, и там тоже пытаются делать раз в месяц. Дело не в том, что у людей есть так много проблем, что они так часто ходят к психологам. В России не ходят к психологам, как страна. Культуры нет такой. Культуры нет, такой совершенно правильно. А к психологам любят ходить европейцы, американцы. В России, к сожалению, мужчины считают, что они должны сами решать свои проблемы. Ты будешь слабак, если поймешь. Да, что это проявление слабости, ходить, жаловаться и доходить, как у нас, говорит, уносить ссор из избы. 2,3 – это все-таки женщины, которые приходят к психологу. Но… И вчера в зале тоже. Я думаю, что я тоже не зря работаю, потому что и то, что мы сейчас это показываем. И это будет, я так понимаю, в Фейсбуке, и будет у людей в мониторах. Это вопрос и есть культуры. Потому что, если ты человеку не рассказываешь, что есть возможность, не строите себя героя, вы же сами у себя зубы-то дома не вырываете, хочется обратиться к брутальным мужчинам. И если вы себе ногу сломали, вы не пытаетесь дома лечиться, вы идете к врачу и вам гипс накладывает. Психология – это касается тоже части организма, это центральная нервная система, это нейронные связи, это психические реакции. Вы тоже в этом ничего не понимаете. Это такая же отрасль, такая парамедицинская, как у любая другая. И, кстати, еще хуже психиатр. Потому что, когда ко мне приходят люди, часть из них нуждается, кроме меня, еще и во враче. Например, при клинической депрессии. Но лишь так не думают. Более того, они еще боятся. Я сам, например, люблю психиатров. Многие, да, избегают. Поэтому это вопрос того, что, видимо, раз такой спрос есть, значит, с этой культуры сдвинулась в сторону психологов. Люди начали понимать, что есть проблемы, их надо решать. Потому что, в конце концов, задача психолога – сделать вашу жизнь жизнерадостной. В жизни вообще другого смысла-то и нет. Получать от жизни удовольствие, принимать себя, принимать свой мир, свою жизнь. Это и есть, в общем-то, здоровый человек, который живет и радуется. И надо про себя понимать, чтобы вы не думали, что у вас проблемы с работой, с семьей или что-то еще. Нет, у вас проблемы с головой, на самом деле, которые выражаются в том, что что-то там с работой, что-то с семьей. Вот тогда человек задумывается, что он хочет жить нормально. И тогда он идет к психологу. Вот один из наших зрителей, очень умный человек и продвинутый во всех смыслах, предположил, что все-таки это связь тех, у кого есть и время, и деньги, чтобы задуматься о поиске жизненного пути. Потому что, ну, согласитесь, когда человек загнан в рамки выживаемости, да, когда нужно делать, чем прокормить, когда, ну, нет денег, ни на черный, ни на белый день. Вставить. Естественно. В рамки выживаемости вообще не вставлен. У нее так психика работает, что он довел свою жизнь до того, что ему приходится выживать. Ну, короче, им некогда думать бедным, некогда думать о том, что жизненном пути. Секундочку. Некогда было думать о нашем предком, потому что депрессиями они не болели. Они, предки, не мама с папой и не дед с бабкой, а где-нибудь лет 200-500 назад, в средневековье. Они жили немножко полуживотным образом жизни. Эмоциональной сферы было вообще не очень развито. Например, любовь, как эмоция вот к противоположному полу, появился вообще в средневековье. До этого любит не было. Короче, да, люди жили просто, вставали, как известно, с рассветом и в темноте просто ложились спать. Все это остальное время были чем-то заняты. Это был здоровый образ жизни. Сейчас это другая история. Это не по-христианскую жизнь. Это про то, что человек реально, как вы правильно сказали, загнанный в угол, что на нем сидит пятеро детей, какие-то родственники, инвалиды, ипотека, еще и машину у нее в кредит. И он типа выживает. Но в чем его трагедия? Ему кажется, что так реально жизнь существует. Но она так не существует, она только существует так у невротиков. Почему? Потому что он родился в такой семье, где все было плохо, бедно и тяжело. И все пытались как-то свести концы с концами, тоже были дети, их надо было кормить и бла-бла-бла. И он не понимает, что есть другая жизнь. И он не знает, что можно зарабатывать кучу денег, вообще сильно не напрягаясь. Это отдельный разговор. Большинство людей считаешь, надо очень много пахать. Это неправда. Жизнь на самом деле может быть и легкой. Деньги могут доставаться легче, чем вам кажется. А работа, это не попытка заработать деньги или сделать карьеру, а это просто самореализация. То есть вы делаете то, что вам нравится, и в принципе вам за это платят. Примерно как я и Пол Маккартни. Что говорит Пол Маккартни? Говорит, я прям с детства петь люблю. Напел на 2 миллиарда долларов уже. Он вообще не напрягался. Ему уже за 70 лет, конечно. Он просто так жил. И он не один такой. Я, конечно, не до Маккартни далеко. И когда Маккартни, когда заработал... Не начитали лекции еще настолько. Два миллиарда не начитал. Я другое хочу сказать. Я вообще сильно не напрягаюсь. Ну, то есть я просто делаю то, что мне нравится. У меня нет никаких целей зарабатывать кучу денег или строить себе карьеру. Психолог, они что все такие. Нет, психолог вообще стоит в Екатеринбурге 2 тысячи рублей, 5 тысяч рублей. Я сейчас... Лекции читают. Да. Ну, дай бог, они 10 тысяч рублей на лекции заработают. Это люди так устроены. Это все происходит в их голове. Я вам сразу признаюсь, что вчера я написала пост и начала, конечно же, с первой фразы, с которой буквально начата была лекция, про 54 тысячи рублей за индивидуальную консультацию. Ну, сумма впечатляющая все равно, даже для продвинутого города Екатеринбурга. И хотя передо мной ряд сидел все с сумками... Вы знаете, когда еще не были консультации, люди пришли сегодня на консультацию. На индивидуальную? На индивидуальную, да, попросились. Притом, одна семья приехала вообще из другого города. Знаете почему? Вот. А потому что, когда вы машину покупаете, которая стоит несколько миллионов, вы считаете, ну, это же металл, это железо, руками можно потрогать, можно ездить. А вот это бла-бла-бла, за что вообще деньги платить, я не понимаю. Мои ветки пестрит. Консультация 45, а за что вообще, это вообще денег не стоит. Слушайте, это ваша проблема, это ваш выбор. Если вы считаете, что квартира, это как бы ценность... Дороже, чем психологическое здоровье. Да, ну, ради бога. Но лучше быть на улице счастливым, чем несчастным и больным, но в своей машине ехать. Это вопрос выбора. Нет ни одного жителя Екатеринбурга, у которого нет такой суммы денег. Есть у всех, включая пенсионеров. Но психология такова, что когда у человека низкая самооценка, он копейки на себя не потратит. Тем более, какой-то странный разговор, который сейчас закончится, а деньги-то все уже. Я почему так дорого беру, я могу сказать... Это чтобы отфильтровать? Нет, у меня не ночной клуб, не надо фильтровать, речь в другом. А я когда выздоровел, первое, чем я стал флосом, мне не очень интересно стало разбираться с чужими проблемами вообще. Надо, дайте прямо скажем, психологи, люди, имеющие свои проблемы, и поэтому им нравится эта специальность. Спасибо, что вы уже работаете. Психологом, правильно, вам это неинтересно. Потому что девушка здоровенькая. А я родился невротиком с кучей проблем. И мне это все было интересно. Но когда я, как сказать, выздоровел, да... В декларе у вас написано, что вы поступали на психфакт, что вы решите, что-то решите, что-то нет. Это не гасит, я не скрываю. Это не гасит. Я был очень тяжелым человеком с кучей тараканов, часть еще осталась в голове, конечно. Но я стал от жизни получать реальное удовольствие прямо с утра. И, конечно, в таком статусе, когда тебе хорошо, сидеть психологом. И, знаете, как бы их объяснить, как в инфекционном отделении, в гнойном сидеть и работать хирургом. Надо, чтобы тебе это нравилось. Пока свой гной есть, тебе это нравится. Когда ты вылечился, тебе это не нравится. И поэтому я... Понятно, что за эти деньги людей все меньше и меньше ходят. Мне не надо много. Вам сейчас лекции интересны. Да, лекция для меня это театр. Я их обожаю просто. Я не устаю, понимаете? Я мог бы, в принципе, и там больше. Просто люди бы устали сами читать лекции, потому что мне это нравится. Вот и все. Вот такой секрет. Ну, честно скажу, вы не готовитесь. Это без обид и без всякой подоплеки. Вчера, ну, для тех, кто не был на лекции, скажу буквально вступительное слово 7-8 минут. Потом вопрос из зала, ваш ответ. И когда речь зашла о следующей лекции, вы знаете только ее тему, говорите, пусть приходят люди, которые об этом хотят поговорить. Я готов. Я того скажу, когда я не знаю, как я спрашиваю у продюсеров, о чем сегодня поем. Потому что иногда я не помню. Служба, я просто очень много лет работы. Я работаю психологом примерно 32-33 года. Тут уже дебил, любой будет из-за всего знать. Еще, кстати, то, что я заметила на лекции, вам, понятно, не раз об этом говорили, блестящее чувство юмора у вас. И зачастую оно, ну, если не подменяет, то вы же на некоторые вопросы отвечаете просто с юмором. Какой-то присказку, какой-то анекдот. Тут Райкина вспомнили, тут еще что-то, тут байку какую-то притравили. И зал настолько, ну, не знаю, люди такие загнанные, зашоренные, что им шутку сказала, они так рады посмеяться и выдохнуть этому. Люди же тоже пришли. Специальная штука у вас такая? Отшутиться. Да, вы знаете, у меня нет такой миссии просветительской, потому что задача в том, чтобы людям просто стало легче и лучше жить. Если они, да, вы правильно говорите, они бывают зажаты. Знаете, где особенно бывает зажаты? Тут все-таки огромный город. Безусловно, конечно. А вот когда тебя приглашают какие-то банки на корпоратив или какие-то компании, они все сидят друг друга знают, да они вопрос даже не могут задать. Понятно. И уж потом дальше на работу выходить, как глаза свои говорю, ну, граждане, ну, записки пишите, вот такие застенчивые. Так вот, когда начинаешь шутить, даже когда они понимают, они сейчас этим сделать не могут, они понимают, что им завтра встречаться, что они работают в этой компании, и завтра будут работать, они расслабляются, могут нормально разговаривать. Вопрос, вот он последний в моем списке из тех, которые я подготовила, потому что, правда, хочу все зрительские задать, успеть побольше, во всяком случае. Очень важный этический. Я о нем много рассуждаю, и в том числе, потому что моя профессия тоже публичная. О весе, о значимости слова. Про Ди Каприо. Обожаю его, как и полпланеты, понятное дело. После фильма «Дневник баскетболиста», это еще ранние вот такие роли, был следующий случай. Один школьник, посмотрев, впечатлившись, настолько он проникся вот этой силой художественного высказывания в фильме. Он взял оружие и расстрелял восемь своих одноклассников. Он сказал, я увидел в этом фильме, что убийство – это красиво. И Ди Каприо, понятно, впал в депрессию, там, в общем, как-то это решал, ушел в себя, закрылся в доме, не снимался, в общем, попытался отрефлексировать как-то эту ситуацию. Ваше слово очень много весит, это для вас не секрет. Когда вы работаете индивидуально, одна история. Когда вы вот так вот тут пошутили, тут отшутились, цинично поступаете с записками, «Ой, это длинно, я читать не буду». Я попросил вначале. Раждане, пишите коротко. Вот тут ситуацию писали, вопрос не задали, но ни о чем же не спрашивают это откладываем и так далее. 300 человек в зале, вы поговорили, и все эти 300 человек ушли с каким-то новым для себя знанием в этот мир и что-то сделали. Я пасту поела шоколадной и адекватная. Как вы отслеживаете последствия своих слов? А, нет, как я отслеживаю? Помимо из-за консультаций. Помимо из-за консультаций. Я получаю мешки писем, да? Я получаю мешками сейчас письма не меряется, их присылают на фейсбук, на котором у меня на одном из них уже 54 тысячи подписчиков. А лично и мой уже все, там 5000, я даже не могу друзей добавить. Старых надо выкидывать, чтобы новые попали. Я получаю каждый день. Михаил, спасибо. И я в этом смысле, я, конечно, отслеживаю. Результат исключительно положительный. И не было ни одного раза, когда кто-то сказал, что я это сделал. Я предупреждаю честно. Например, первые правила из шести. Делай, что хочешь. Оно влечет за собой. И не делай, что не хочешь. Второе. Например, то, что вы можете потерять по дороге людей и деньги. Давайте возьмем простой пример. Вы занимаетесь бизнесом, и у вас есть какие-нибудь там, как это называется, контрагенты, которые вам неприятны, как люди, но они вам нужны для бизнеса. В моей системе ценностей такого вообще не бывает. Неприятны, но до свидания. Вы говорите, Михаил, алло, у меня бизнес, вы что не слышите? Мне работать надо. Я на это тоже рассказываю историю, на лекции, что когда я так поступил, я сходу потерял 15 тысяч евро в месяц. Мне не понравился там владелец телевидения, на котором я работал, а он мне приносил, так сказать, доход хороший. Я волновался, тоже страдал, конечно, ночь не спал, утром позвонил, сказал, ты мне не нравишься, я работать больше не буду. Тут же деньги пропали, естественно. Я предупреждаю, чтобы люди, которые хотят так жить, они должны преодолеть страх остаться без денег, или, например, без якобы таких друзей, которые, на самом деле, не друзья. В ущерб своей воле, это же от страха. Вы знаете, что то ли вы денег не заработаете, то ли вы без этого человека, а сколько женщин страдает в несчастном браке, мужчин тоже со стереозными женами. Почему боятся, что дальше этого никогда не будет, что тебя никто не полюбит, хотя ты тут тоже не сильно любит. Вот это, понимаете, вот тут надо быть свободным, тут надо не бояться, тогда это все будет работать. Нравится? Говоришь, нравится. Не нравится, я вас это покупать не буду. Не надо вот этих многоходовок, но бизнесменов так не думают, а не думают наоборот. Чем сложнее у тебя мозги устроены, чем больше будешь манипулировать, тебе больше отожмешь. Это неправда.